Приветствую вас! У нас сегодня эфир, продолжение эфира предыдущего «Как выбрать жилье». Сегодня мы поговорим про квартиры, про форму квартир. Присоединяйтесь, напишите, пожалуйста, как меня слышно, что со звуком. Бывает не очень качественный звук. Напишите, пожалуйста, мне слышно, как звук, и начнем. Отлично, отлично, благодарю. Я думаю, те, кто увидел уведомление, присоединился уже. И мы в прошлый раз с вами говорили о том, что предыдущий эфир был «Как выбрать правильное жилье». Я рассказывала про местность, да, как правильно на местности, например, выбирать многоквартирный дом, или мы смотрим местность для нашего частного дома, да, что влияет, что находится вокруг, как это влияет на нашу квартиру. Потом мы смотрели с вами фасады. Я рассказывала про то, как влияет форма фасадов, материалы, кто строит, как это влияет тоже на энергию пространства. Формы, да, этих домов мы рассматривали различные. Очень классный эфир был. Если вы не смотрели, я рекомендую его посмотреть. И сегодня мы поговорим, будет небольшой такой эфир, про формы квартиры. Также цель моего этого эфира, да, рассказать, как правильно выбирать себе жилье, да, и на что обращать внимание, когда вы приходите к застройщику, например, или к тому, кто строит дом. И основные моменты, есть базовые правила ВАСТ, которые я считаю, что должен каждый знать, потому что вот такая миссия, идея родилась для того, чтобы все люди, большинство, да, разбирались в основах. Есть база, которая, она везде как бы применяется, и в жилом пространстве, и в квартирах, и в частных домах, и в участках, и в бизнес-пространствах. И любой человек, в принципе, может это освоить и знать, как правильно выбирать свой дом. И когда мы будем правильно выбирать дом, как бы приходить к этим запросам, к застройщику, а сейчас очень сложно найти более-менее гармоничное пространство, квартиру по ВАСТу, да, и дом построенный, да, построить его по ВАСТу, уже много там готовых проектов, готовых участков, и там тоже есть уже, как бы уже на исходных данных эти ограничения. То есть человеку нужно где, ну, у него есть выбор, да, определенный, ему нужно выбирать, и когда человек, например, будет приходить уже с определенной заявкой, да, то строители, они будут, как бы мы будем немножечко менять вот так рынок строительства. Вот такая не идея, а мечта, потому что очень много негармоничных квартир, многоквартирных домов, жилых комплексов, потому что как дом стоит относительно сторон света, мы тоже рассматривали это на предыдущем эфире, это тоже очень сильно влияет и дает свою программу. Обязательно посмотрите предыдущий эфир, если вы его не смотрели. Итак, идея такая, что как можно людей будут разбираться в ВАСТу и со временем делать правильный запрос на строительство, то есть выбирать, просто рождать предложение, и со временем строительный рынок будет меняться, да, под этот запрос. На самом деле сейчас запрос на ВАСТу растет, и, например, когда-то мне писал даже просто строитель, который, например, занимается отделкой квартир, я так понимаю, что там дизайнера, он где-то может рекомендовать какие-то отделочные материалы, возможно, как-то с планировкой, да, и он тоже хотел изучать знания ВАСТу просто для того, чтобы свое дело делать качественно, хорошо, да, нести благо людям. Если на самом деле архитекторы и застройщики, которые строят неправильное жилье, да, они как бы тоже участвуют в формировании неблагоприятной кармы для людей, и тоже как бы не очень хорошую карму у себя нарабатывают. Поэтому сейчас люди, которые, ну, люди все, наверное, да, постепенно уже погружаются в мир энергии, взаимосвязей, причинно-следственных связей, да, и как бы духовно развиваются, и хотят своей деятельностью нанести как можно больше хорошего, да, в мир не создавать негативную какую-то деятельность, и самостоятельно тоже не потом, от это, и самостоятельно не отрабатывать это, вот. Итак, напишите со звуком, все хорошо, да, буду вам. Тогда я начну, у меня есть картинки для вас с формами квартир, и выкладайте какой-то знак. Итак, какие чаще всего квартиры? Чаще всего встречаются вот такие Г-образные квартиры в многоквартирных домах. По крайней мере, у нас в Москве очень много таких домов, которые есть стандартный проект, да, и он повторяется, и очень много приходит людей для коррекции таких квартир. Это Г-образная форма. Такая форма неблагоприятна, потому что в такой форме, вот, например, здесь, если у нас смотреть направление сторон света, допустим, вот этот вырез, да, Г, Г-вырез, он попадает на направление юг, юго-восток и запад, и, соответственно, в квартире практически не проявлено это направление. То есть для этого направления нет пространства и места, и, соответственно, эта энергия очень мало реализуется у людей с такой квартирой. И сферы по этим направлениям, они очень сильно влияют на людей. То есть отсутствует просто реализация по этим сферам. Или она очень маленькая, или она негативная, то есть проигрывается негативный сценарий. Например, юг, здесь ошибка, да, юг, юго-запад и запад, да. Здесь больше всего срезан или отсутствует юго-западное направление. Юго-западное направление – это хозяин в доме, мужчина в доме, и когда отсутствует такой сектор, мужчина, например, может, например, купили семью, квартиру, переехали сюда, и мужчине здесь сложно, ему трудно реализоваться, он чувствует себя плохо, он старается, и вот связь с домом слабо, он старается куда-то уйти, возможно, ну, возможно, и со временем может быть развод, да, расставание. Западный сектор тоже частично, то есть срезан. Здесь снова на отношения влияет юг, тоже срезан. Юго-запад и юг – это у нас сектор земли, мало заземления. Кстати, может быть лишний вес из-за того, что секторы земли отсутствуют в пространстве. Можете также проследить, если у вас такая квартира, есть срезы, да, то есть тело, как будто человеку не хватает его энергосистеме заземления, энергии земли, и тело пытается их воспомнить, набирая вес. Такой интересный факт есть. Не хватает реализации задуманного, то есть земля дает нам материальную энергию, и когда ее мало в пространстве или практически нет, то есть можно много чего там придумывать, начинать, какие-то идеи или как-то что-то, да, закладывать, то есть более там ментально. Мы там подумали, намечтали, но оно не материализуется, потому что в нашем пространстве практически нет элемента земли. Элемент земли нам как раз-таки это дает. Да, в принципе, мы так и живем в природе. У нас есть небо, бложественные энергии, да, вот все начинается, зарождается где-то на тонком плане, и потом это все переходит, эти энергии, они сверху вниз всегда спускаются и материализуются уже здесь как бы на земле через материю, да, чтобы что-то, как в сказках, волшебным там палочкой взмахнули, и что-то появилось. То есть это должна быть материальная энергия для того, для этого, то есть человек может там много чего медитировать себе, мечтать, но ему тяжело этого оплатить в жизни. Также здесь нет поддержки рода, человеку тоже трудно свою жизнь как-то простроить, юго-западный сектор, да, связь с землей. И очень много еще других могут быть недостатков по этим направлениям. Также эти направления будут влиять, в принципе, на все вас тут дома, потому что когда у нас есть дефекты в зонах оттока энергии, то у нас энергия движется уже не по часовой стрелке, так как она должна быть, а против часовой стрелки, это нарушает как бы полную энергоструктуру квартиры, то есть больше преобладает таких, ну как трудностей человеку, да, ему не хватает энергии для действия, энергии для здоровья. Кстати, здесь вот на востоке туалет, да, это уже будет здоровье. То есть Г-образные квартиры – это очень распространенная форма, часто встречается у нас, но это одна из самых неблагоприятных квартир и форм для проживания человека. Итак, следующая форма. Давайте я вам покажу. Лучшая форма – это, конечно же, прямоугольник или квадрат. Почему? Потому что, согласно вас, для проживания человека, для его такой постоянного места жительства и для формирования правильной энергетической матрицы нужна прямоугольная или квадратная форма, то есть четырьмя углами. Также четырехугольник – это есть проявление основы элемент земли, элемент земли – это стабильность, устойчивость, это какой-то корни пустить, да, прорастить что-нибудь, семью, свою, род и так далее. Круглые дома, вот раньше, да, это кочевые народы, они никогда не задерживались, да, то есть они в одном месте, потом в другом, третьем. А для жизни такой, в которой мы больше привыкли с вами и живем, для того, чтобы как-то проращивать в своей жизни какие-то результаты создавать, да, там, родить сына, посадить дерево, построить дом. То есть это такая вот четырехугольная форма должна быть. И здесь равномерно будут распределяться энергии, и здесь будут проявлены все стороны света, то есть они будут в пространстве, и энергия каждой стороны света будет у нас реализовываться в нашем пространстве. Дом напитывает нас, да, нужной энергией. Если в каком-то направлении его нет, или там какой-то недостаток, загрязнение или срез, то есть это уже идет дисбаланс этого направления. Соответственно, мы не получаем правильную энергию для реализации этой сферы жизни, там, карьеры или деньги, или здоровье, или отношения, дети и так далее. И поэтому нам важно, чтобы каждая сфера жизни, потому что во всем нужен баланс, да, очень важно, чтобы как бы все сферы реализовывались, тогда у человека будет счастливая жизнь. И именно вот такая форма будет благоприятна. Следующая форма. Вот такая форма, например, такая буква Т, да. Здесь у нас компас. Смотрите, и согласно компасу здесь у нас, получается, нет части юго-востока, нет части юго-запада и западного направления. И, соответственно, эти сферы жизни, они будут страдать. Иногда вот прям трудно реализовать. Юго-восточный срез. Очень трудно женщине здесь быть. Быть с такой женской энергией, быть красивой, ухоженной, изобилие приносить в жизнь, да, создавать вот такое, как бы, изобилие в пространстве, на себе, то есть украшения, красиво выглядеть женственные наряды, проявляться как женщина, привлекать этим в семью, да. Это также процветание, это сексуальная жизнь, романтика в паре. Это юго-восток срезанный. Также это здоровье, самое главное, здесь будет страдать. Срез на юго-западе, мы с вами разговаривали, западе, да, на предприятии в квартире, это будет вот все влиять. Следующая. Следующая картинка, это здесь написано в сложных фасадах кривой квартиры. То есть, например, если мы выбираем квартиру, то мы можем посмотреть на фасад. И если фасад уже сложный, такой многоступенчатый, там, форма дома многоквартирного, она какая-то уже не прямоугольная сама, да, какая-то трапеция, здесь, скорее всего, дальше есть продолжение, там, круг, такой сложный фасад. Во-первых, сложный фасад, эта многоступенчатая, она всегда дает трудности жизни, да, препятствия, то есть, очень много будет у людей, и в них идут уже кривые квартиры. То есть, да, видите, как сложный фасад, его сложно сделать, там, из прямоугольников. Это всегда какие-то трапеции, треугольники и так далее. Трапеции, треугольники – это неблагоприятная форма для жизни. Также мы сейчас посмотрим, про треугольники я расскажу. И вот здесь, посмотрите, здесь вот особенно желтые, да, квартиры. Здесь вот прям такая, есть очень много комнат, ну, немного, вот есть комнаты, которые прям срезаны по диагонали, да, это вот элементы огня здесь проявлены. Тоже такие квартиры не самые благоприятные, лучше их избегать. Вот, смотрите, трапеция, скос, да, и вот как будто форма диагонали или треугольника такая. Это как бы добавление элемента огня, то есть будет усилен элемент огня. Независимо от того, в каком направлении попадает, допустим, этот скос. Здесь, если, например, смотреть по компасу, больше западное, северо-западное, юго-западное направление. Во-первых, это срез снова, да, уменьшение энергии, проявление негативных качеств по сектору. Здесь нет гармонии, гармоничной энергии, она уже сразу будет негармоничная. И еще и скос, и этот скос, он будет давать огонь, то есть в этих сферах будет добавлен огонь. Вообще во всем пространстве будет излишний элемент огня. Огонь – это разрушение, конфликты, это человек всегда, он может быть излишне раздражен, суетлив, хаотичен. Всегда тоже человеку трудно выстроить свою гармоничную жизнь, да, трудно быть терпеливым, там, женщине быть терпеливой. Хотя она своей вот этой энергией такой, да, создает такой уют, соединяет, как бы отношения создает в семье, когда все друг друга слышат, могут договориться. Теплота, уют, комфорт, да, как к маме приходишь, у нее всегда такая теплота, да, хочется. Вот именно женщина это создает, когда в ней много огня, она может быть каким-то стать достигатором, контролером, или критиком, пилить, то есть и так далее. Это тоже в дальнейшем может привести на ухудшение взаимоотношений. То есть вот такие всякие скосы, это тоже неблагоприятно. Выбираем следующую. Вот, следующая – это слишком вытянутая форма, это тоже неблагоприятно. Видите, то есть, очевидно, тоже какой-то был фасад такой сложный. И вот так вот архитектор разделил. Очень длинная форма, да, вот такая длинная форма – это тоже негармоничность. Здесь важны пропорции, да, у вас важны пропорции. Длиненая форма. Если вам попадается такая квартира, и вы ее сомневаетесь, то лучше переспросить у вас специалиста, кто он построил вам правильную Васту-карту и сделал вам анализ энергии. А здесь еще, еще в этой квартире, смотрите, туалет, скорее всего, он будет где-то попадать к центру, да, ближе к центру дома. И очень часто также есть такая проблема в современных квартирах, квартиры, которые, например, четырехкомнатные, пятикомнатные большие квартиры, их строят так, что в центре размещают туалет. Туалет в центре – это самая грубая ошибка по Васту. То есть это центр энергии, которая дальше распределяется по всему дому. То есть загрязняющая низковибрационная энергия, она уже сразу в центре, да. Драмастан, центр дома – это как сердце наше, которое кровь качает, да. Драмастан качает эфир по всему дому. Этот эфир уже загрязнен. И вот в таких квартирах очень часто, да, туалет в центре дома – это сразу улучшает, как бы проблемы могут попасть или, как сказать, проявиться в любой сфере, в любом секторе. То есть это уже сразу понижение… И обычно такой человек, он как бы не свободен, у него есть внутренние конфликты, внутренние ограничения. Ему очень сложно тоже развивать свою жизнь, как-то выходить на новый уровень. Ну, в общем, в зависимости от еще других недостатков в доме, дефект туалета в центре, он может проявиться, может не сильно проявляться, но давать, например, как ограничение свободы и также сложность соединения, принятием себя, да, внутрь себя. То есть внутри себя уже какое-то как бы это загрязнение. И если мы приносим, да, энергию дома на нас, то вот это соединение с собой, принятие себя, связь с божественным, принятие себя тоже как части Творца и развивать себе эти энергии. То есть человеку вообще сложно, он более такой материальный. И плюс еще различные вот проблемы по жизни, в зависимости, например, еще другой сектор какой-то, еще один достаток есть. И тогда, то есть это общее поле ухудшен, как будто человек со слабым иммунитетом, ему еще какую-нибудь вероятность болезни, да, добавили. То есть они соединяются, и тогда очень сильный, может быть, какой-то недостаток или проявление очень негативное по какой-то из сфер, по какому-то сектору. То есть нужно избегать туалета в центре дома. Один из самых грубых недостатков, пожалуйста. Следующая форма, это когда у нас, например, многоквартирный дом имеет круглый фасад, да, и что тогда квартиры делят в архитектор дальше, и мы получаем вот такую квартиру, которая будет какая-то скругленность комнаты, нескольких комнат, иногда даже вот полквартиры идет, полукругом. Что такое полукружность? Это вообще круг, это элемент воздуха. Воздух – это подвижная энергия. Как и огонь, это энергия такая раджеса, такая движение. Когда ее слишком много, она не в хорошем, как бы, качестве, да, такая более в негативном, неконтролируемый огонь или воздух. Это хаотичность, это взрыв эмоций, это сложно даже быть в какой-то реальности и в моменте здесь и сейчас. То есть человек, он может куда-то постоянно бежать, что-то делать, за что-то переживать. Очень часто женщины, они такие тревожные в таком доме, суетливые, тоже могут всех замучить. Много говорят, кстати, можно тоже проследить. И это тоже будет сказываться на их собственном здоровье даже и энергии. И на взаимоотношениях с близкими. То есть много воздуха, это значит мало заземления. И что получается? Тоже жизнь постоянно как белка в колесе. Люди куда-то бегут, люди... То есть нет такого спокойного внутреннего счастья. Вот вся жизнь так быстро куда-то все бегут, все суетятся. И иногда человек даже не понимает, да, что он и для чего делает. Вот, много воздуха. Могут даже где-то много двигаться, да. Воздух – это энергия движения. То есть, например, они, возможно, люди такие в таком квартире живут, они много времени проводят где-то на работе, или где-то ездят, да, путешествуют, дома мало. Ну, путешествуют это еще более-менее, да. Но их как будто воздух выталкивает из этого пространства. Может быть, мужчина много отсутствует, а женщина здесь, да, и уже как будто расставание, получается. Мало времени вместе. Или такая жизнь строится, что нужно постоянно куда-то бежать, да. Утром проснулся, ребенка сюда, нужно ребенка в школу отвезти. Это очень далеко, надо много двигаться, передвигаться, да. На транспорте, в офис ехать очень далеко. То есть есть новая энергия воздуха. Это тоже мало заземления. Деньги приходят и быстро уходят. То есть излишний воздух и элемент огня, который мы только что обсудили, это неблагоприятно. Такая форма круглая, это вот для бизнес-центров, для торговых центров, да, где все быстро двигаются. То есть круглая часто, вы замечали, наверное. Это благоприятно, но не для жизни. Вот еще раз покажу вам форма трапеции, да, почему неблагоприятно. Если смотреть оси, да, как они примерно распределяются, то есть дает дисбаланс. Нам важно, для человека важно, чтобы был баланс энергии. Баланс первоэлементов, проявленных в его пространстве, потому что это его питает, да, он получает этот заряд. И когда какого-то первоэлемента не хватает, а другого слишком много, и все, как бы, это и здоровье, и, соответственно, сферы жизни тоже получают такой, да, дисбаланс, перекос. Вот смотрите, здесь у нас срез на востоке, на юго-востоке, если юг еще так проявлен, юго-запад тоже, в принципе, проявлен, но у него даже есть как будто он расширение, да, в сторону юго-запада. Все, это негативная зона, юго-запад, это зона тока, где, с однако, минус как будто энергия, когда она расширена, то дает больше неблагоприятного в жизни. Запад. На западе вот такой еще балкон с треугольником. Вот треугольные балконы я бы тоже отдельно вывела в отдельную такую графу, потому что бывают такие балконы, вот непрямоугольные балкон тоже нужно смотреть в правильном направлении, да, чтобы они находились, балконы расширения, но сама форма, вот треугольник, неблагоприятный, вот лучше тоже такие балконы избегать, это острое, да, это элемент огня, он уже добавляет усиленный огонь, усиленный огонь, это неблагоприятно. Северо-запад как будто у нас уже, да, срез идет, уменьшение. Вот, и вот такая форма, вроде как, может быть, попло... А, смотрите, еще туалет в центре, да, попадает. И сколько? Раз, два, трехкомнатная квартира. И четыре, внимание, четыре туалета. Еще одна такая проблема, ну, четырех, я помню. Гостиная. Да, гостиная, три спальни и гостиная. Еще такой бич современности, это то, что очень много туалетов делают в квартирах. Вот смотрите, зачем здесь четыре туалета? Унитаз и туалет, это энергия раху, это энергия разрушения. Раньше, и вообще по вас, туалет нужно выносить за энергетический периметр. Раньше их было вообще на улице, да, уходил, потому что это загрязняющая энергия. Туда, куда выпадает туалет, это сфера жизни, то есть направление, да, например, север, северо-восток будет очень сильно ухудшать жизнь человека. То есть туалет, это самый сильный дефект в доме. Форма дома, да, кривая, косая, дает очень сильную программу, как бы несчастливой жизни, да, и проблем различных. И также туалет. Четыре туалета, то есть сразу четыре зоны, а здесь больше даже в центре, да, где-то вот они вокруг центра, тоже неблагоприятно. То есть каждый туалет, это загрязнение, ухудшение какой-то зоны. То есть если у вас есть возможность, вы, например, взяли квартиру, там будет три туалета, да, может быть, подумать так, как уменьшить это количество. Все, конечно, сейчас, и мы стремимся к комфорту, и это как бы нас ухудшает нашу жизнь из-за того, что чрезмерно, да, то есть нужно делать с умом. Иногда нужно отказаться от каких-то удобств, но сделать правильно, гармонично, потому что вот это стремление и зацепка за удобство, иногда люди, которые приходят ко мне на конституцию, говорят, ой, не хотим мы туалет убрать, нам так удобно, нужно, чтобы у каждого, у мужа и жены был туалет, у ребенка, у младшего, среднего, взрослого, у каждого был там свой туалет. Но это, представьте, что все самое негативное, то есть и болезни, это вот дает туалет, то есть это самая грязная, низковибрационная энергия. И с властукоррекциями можно убрать влияние туалета, но не 100%, то есть частично убрать проявление это негатива влияния на жизнь. Обязательно эта сфера, где находится туалет, будет проблему по здоровью. Обязательно. Будет ухудшение этой сферы, да, например, север, северо-восток, северо-запад. Это денежная энергия, это женское здоровье. Очень часто у женщин бывают опухоли, например, по-женски проблемы. Сначала начинается там болезни груди, мастопатия, киста, потом может это перейти уже в такие более серьезные проблемы. В зависимости от того, от вас, то всего дома. То есть, например, то есть у нас всегда в комплексной энергии работают. Есть, например, туалет на севере, есть еще какой-то сильный еще плюс недостаток, это еще больше усугубляет. И тогда, чем больше вот недостатков показывающих, например, на вероятность там такой серьезной болезни у женщины, тогда это происходит. Например, туалет на востоке, это часто сыновья, да, болеют. Это какие-то аллергии, мужчина может болеть, мужчина может, кстати, зло потреблять. На юго-востоке это тоже женские, там серьезные проблемы. И так каждый сектор. То есть, представьте, вы себе делаете четыре туалета, то есть четыре таких усиления негативных. Да, возможно, я призываю вас подумать о том, чтобы убрать, там где возможно, можно оставить, например, ванну из туалета. Вообще, лучше делать туалет и ванную раздельно. Вот, и делать какой-то один, максимум там два туалета, да, но ванных, возможно, там чуть больше, если у вас очень много членов семьи. Так, кажется, мы уже все с вами варианты посмотрели. Если у вас есть вопросы, напишите, пожалуйста. Вот, еще вот такой момент, что мы, то есть, правильно выбирать прямоугольную форму, да, которая приближена там квадрату к прямоугольнику, да, учитывая все другие моменты, которые мы ранее проговорили, и если есть какие-то небольшие уступы расширения, они тоже влияют, да, но тоже нужно смотреть. Бывает такое, что человеку невозможно найти вот по ВАСТу более-менее квартиру, тогда нужно выбирать из двух зол, да, то есть там, где получше, и лучше тогда сделать ВАСТу карту, прямо там четко нужно ее высчитать, лучше пусть это делает специалист, определить подуходы, определить, например, куда четко попадает туалет, потому что даже в пределах сектора можно правильно распределить, поставить унитаз, например, да, так, чтобы он не так сильно вредил, вот, и вот такие элементы, ну, такие моменты, то есть более точная такая ювелирная работа, она помогает как бы уменьшить, да, вот это влияние негативности, и вот уступы и расширения, вот такие небольшие, они тоже будут влиять, вроде как, они могут быть еще меньше, то есть больше квартира как будто прямоугольная, но будет где-то еще какой-то, да, небольшой кусочек добавочный, и это будет влиять на общий ВАСТу и общий баланс энергии в доме, то есть это тоже не совсем благоприятно. Сейчас посмотрю ваши вопросы. Вопросов куда нет? Я столько присоединился, мы уже заканчиваем. Так, что еще хотела я сказать о том, что завтра начинается новый поток, стартует курс ВАСТу коррекции, начало там, где мы начинаем работать с домом, если вы новичок, вам курс этот будет полезен, даже если вы не новичок, все равно есть даже специалисты ВАСТу, которые приходят обучаться, даже астрологи были на этом курсе, для того, чтобы пополнить свое такое знание, получить еще больше, понимать в той сфере, где вы развиваетесь, может быть, быть дизайнер или же риэлтор, хотите правильно, или строитель, правильно работать с домами. Курс ВАСТу коррекции, начало там, где мы делаем диагностику дома, анализ дома, что дает дом, какие ресурсы, где заблокированы, как дом отображает нас, можно даже больше узнать о себе, о своих задачах, о своих каких-то внутренних моментах, или сценариев, как мы живем, да, и с этим, когда уже мы осознаем, уже намного легче работать, поэтому это я все даю на курсе. Также мы начинаем корректировать дом, начинаем уже работать основные базовые коррекции, с которых начинается работа с домом. И я вас приглашаю на этот курс, вы можете зайти на мою страницу в шапку профиля и записаться на курс и посмотреть условия. Напишите, если у вас есть вопрос. И хотите, буду вас рада видеть. Эфир сохраню, да, благодарю. В принципе, все вам сказала. Оставляйте ваши комментарии, если вам интересна эта тема, мы еще вернемся к ней, потому что выбор пространства покупка жилья это очень важный момент. Лучше на этом этапе чуть больше потрудиться и выбрать более благоприятное пространство, чем его потом корректировать, потому что коррекции они работают, но изначальная форма она все-таки лучше. здесь самая такая большая работа правильное пространство и нужно учесть очень много моментов. Также есть у меня небольшой курс, как выбрать правильную квартиру. То, что я рассказываю это начало, там еще больше есть уточнений моментов, есть чек-лист, который вы можете прослушать, скачать себе и уже с ним ходить и выбирать себе гармоничное пространство. Буду заканчивать. Благодарю, что вы были со мной. Всех благ вашим домам. Благодарю,